Обращаясь к своим слушателям, Христос сказал, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». У нас есть сегодня особое преимущество исследовать это удивительное слово, которое Господь подарил каждому из нас. Сегодня у нас в гостях руководитель Церкви Адвентистов Седьмого дня в Украине Виктор Владимирович Алексеенко. И поэтому мы с радостью представляем ему возможность поделиться этим удивительным Словом Божьим. Пожалуйста. С добрым субботним утром, дорогие сестры и братья! С добрым субботним утром, дорогие наши зрители, которые присоединяются к этому богослужению здесь, в храме на Подоле, благодаря связи через интернет. Нам очень приятно сегодня всех приветствовать здесь, в этом зале, светлым именем Господа Иисуса Христа. Очень приятно тому, что Господь Иисус соединяет нас всех вместе. Он объединяет нас Своей любовью. Он предлагает нам Своё спасение. Он предлагает нам жизнь вечную. Он предлагает нам освобождение от суеты, которая томит и которая заключает в темницу депрессии и уныния наш христианский дух. И Иисус Христос предлагает нам эту свободу. К сожалению, люди, которые живут в этом мире сегодня, зачастую не ощущают, как они со всех сторон окружены суетою и проблемами жизни. Они привыкли к этому, и им кажется, что это естественное, нормальное течение обстоятельств. Вы знаете, однажды один молодой человек пришёл к учителю с такими словами. Он промотал всё унаследованное им состояние. И, как часто бывает в подобных случаях, оставшись без гроша, он обнаружил, что также лишился и друзей. Не зная, что делать, что предпринимать в отчаянии, он рассказал об этом одному учителю и спросил его, «Что со мной теперь будет? У меня нет больше ни друзей, ни денег. Не переживай и помни, — ответил учитель, — с тобой будет всё хорошо». В глазах молодого кутилы вспыхнула надежда, огонёк какой-то жизнерадостности зажёгся, и он спросил, «Я что, снова стану богатым?» «Нет, — ответил учитель, — ты просто привыкнешь к состоянию безденежья и одиночества». Дорогие друзья, этот мир привык уже к тому состоянию, в котором он находится. Мир привык к тому, что его со всех сторон окружают суета, переживания и проблемы. К сожалению, к такому состоянию зачастую привыкают и члены церкви. И поэтому сегодня мне бы хотелось обратить внимание на ту личность, которая предлагает нам освобождение от этой привычки, которая предлагает нам освобождение от этого состояния, которая предлагает нам спасительную уверенность в Господе нашем, в нашем Боге. Обратите внимание на первую главу книги Евангелия от Матфея, на стих 21. Это известный текст, который сегодня является продолжением благой вести, которая была явлена в своё время миру. «Иисус Христос здесь предсказан, как рождающийся и несущий освобождение. Родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их». Иисус Христос родился в этот мир, как ответ Бога на проблемы, которые в этом мире совершились. Иисус родился в этот мир, чтобы показать удивительный характер Бога. Иисус родился в этот мир, чтобы мы были уверены в Своём спасении. И Иисус пришёл, чтобы дать нам надежду на жизнь вечную. Имеете ли вы в своём сердце такую уверенность, глядя на то, что открыто нам в Библии об Иисусе? Имеете ли вы в своём сердце уверенность, глядя на совершённое им для нас? Имеете ли вы эту уверенность в том, что Он освобождает вас от грехов, что Он предлагает вам открытые перспективы вечности? Имеете ли вы уверенность в своём собственном спасении? К сожалению, эти слова, которые зачастую пасторы задают в зал, присутствующим на церкви, присутствующим на богослужении в церкви людям, эти слова иногда вызывают некоторое смущение. У нас не хватает зачастую какой-то внутренней уверенности сказать, да, Господи, мы оглядываемся на своё положение и говорим, конечно же, мы не совсем можем говорить о себе, как о совершенных людях. Вы знаете, уверенность, которую сегодня хотел бы в нашем сердце видеть Господь, омрачаются некоторыми объективными и субъективными обстоятельствами. Наверняка вы помните текст, который записан в книге пророка Исаии, 26 глава и стих 10. Пророк Исаии рассуждает о том, «Что могло бы быть, если бы Господь позволил необращенному грешнику оказаться вдруг на небе?» Вы помните слова, с которыми пророк Исаии обращается, и как он переживание свое высказывал? Пророк говорит, что если позволить нечестивому жить на небесах, в обстановке, где царит торжество, радость, счастье, благополучие, то он, не научившись этому здесь, он и там будет продолжать совершать свои злые деяния и строить свои козни. И вот, глядя на себя, глядя на свое отношение к жизни, к ситуации, в которых мы находимся, зачастую у нас не хватает уверенности сказать, «Господи, я действительно уверен в спасении, которое Ты нам предлагаешь». Что же такое уверенность? Уверенность — это стопроцентная убежденность. Говоря о спасении, мы должны быть 100% убеждены в том, что оно не просто предложено всем, не просто предложено миру, не просто явлено праведником. Оно — это спасение, это спасение мое личное. Говоря об уверенности, мы должны быть 100% убеждены в личном спасении именно меня, себя, которого Господь спас своей смертью. Можно ли вообще быть уверенным в чем-нибудь? Наверняка вы знаете такое выражение «я знаю о том, что я ничего не знаю». Выражение, в общем-то, философское, но справедливое. Мы сегодня можем перефразировать немного это выражение. Я уверен в том, что ни в чем конкретно уверенным быть нельзя. Так сегодня живет большая масса людей. Может быть, большинство людей, которые живут в этом мире, уверены сегодня в том, что ни в чем уверенным быть нельзя. Хотя, с другой стороны, мы сегодня во многих вещах уверены, и многое, что встречается на нашем пути, мы воспринимаем верою. К примеру, вы приходите домой, открываете ваши двери, это в темное время суток, и вы знаете, где у вас находится на стене выключатель. Вы уверены, что если вы протянете руку и включите свет, что вас током не ударит? Конечно, уверены. Для этого мы и покупаем выключатели из специальных материалов, сделанные, чтобы иметь такую уверенность. Но если вы приходите в дом, в новый дом, который строит ваш друг, и вы видите, что со всех этих вот отверстий, где должны быть розетки, торчат оголенные провода, вы уверенно подходите к этим проводам? Вы можете с уверенностью взять за оголенные провода рукой? Конечно, нет. Есть вещи, которые мы принимаем с уверенностью, а есть вещи, в которых мы не уверены. Когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о жизни вечной, Господь ожидает от нас уверенности в Его Слове. Мне однажды один пастор говорит, рассказывая историю, которую он сам услышал. Это произошло на одном из похоронов, где присутствовал он и люди, которые пришли провести в последний путь свою близкую подругу. И вот бабушки, члены церкви, сидят у гроба своей подруги, сетуют на жизнь эту бренную, и одна из них говорит. Вы знаете, вот если бы быть на 100% уверен, что ты рожден свыше, вот если бы быть на 100% уверенным, что тебя Господь воскресит в последний день, в первом воскресении, вот тогда и умирать не страшно. Дорогие сестры и братья, уверены ли мы в своем спасении? Уверены ли мы в воскресении, в первом воскресении, когда праведники будут воскрешены Господом для жизни вечной? Что влияет на уверенность? От чего она зависит? Говоря об уверенности, можем сказать, что на нее влияют две силы. Первая сила – это сомнение, а вторая – надежда. И при том сомнение одолевает человека в те минуты, когда у него есть все шансы надеяться. К примеру, вы идете на экзамен. Вы все выучили, вы знаете все теоремы, вы знаете все практически, что вы изучали. Вы уверены в себе, вы уверены в ваших знаниях, но, выйдя на экзамен, вас гложет червь сомнения. И эта червь сомнения заключается в следующем. А не зададут ли мне дополнительный вопрос? А не поставят ли передо мной такой вопрос, которого я не знаю? И вот вы уверены вроде бы, вы все знаете, но сомнение вас одолевает. Таким образом, сомнение одолевает человека тогда, когда у него есть и шансы быть уверенным. С другой стороны, на уверенность влияет надежда. Надежда появляется у человека тогда, когда у него нет никаких шансов быть уверенным в себе. Вы идете на экзамен, вы ничего не учили, вы ничего не знаете, вы книжку не открывали перед экзаменом, но идете с надеждой. С какой? А вдруг пронесет. А вдруг попадет тот билет, который вы когда-то учили. Может быть, давным-давно. Таким образом, на вашу уверенность влияют две силы. С одной стороны, сомнение. Будучи или зная что-то, вы сомневаетесь. С другой стороны, надежда. Ничего не зная, ничего не умея, вы надеетесь. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать уверенностью, что одно состояние, что второе? Можно ли назвать уверенностью состояние, когда вы или сомневаетесь, или беспочвенно надеетесь. В христианском мире, когда нам задают такие вопросы, иногда мы действительно, имея шансы на уверенность, сомневаемся. Не имея никаких шансов на уверенность, надеемся. Господь пытается в нашем сознании изменить саму парадигму нашего отношения к уверенности. Изменить вообще восприятие нами, что такое уверенность. Итак, хочется сказать о том, что у меня с детства отложилось некоторое представление о том, благодаря чему мы с вами можем приобрести спасение. Я не знаю, никогда меня этому не учили. Вот так просто доктринально в моем сознании это не отлагалось. Но всегда как-то мне казалось, что для того, чтобы человек приобрел спасение, он должен раскаяться во всех грехах своих. У вас не было такого ощущения отношения к спасению? Мне почему-то казалось так с детства, никто меня этому не учил, но мне казалось, что если я в каком-либо грехе не раскаюсь, если я не принесу Господу покаяние мое за какой-то грех, то этот грех не пустит меня пройти в жизнь вечную. Вот такое было у меня представление. Мне так казалось. Где-то складывалось представление, что Господь имеет свои книги, в которых Он ведет записи. И там, напротив моей фамилии, отмечаются все мои добрые и плохие дела. А потом, когда я прошу у Бога прощения, то за исповеданный грех, грехи исповеданные, отмечаются красной галочкой. А неисповеданные грехи также и остаются записанными в этих книгах. И мне думалось, что если я не исповедуюсь во всех своих грехах, то эти грехи не дадут мне права быть уверенным в спасении. С другой стороны, опять же, мне казалось так, никто меня этому тоже не учил, что если я не приобрету характера, такого, как у Иисуса Христа, то я тогда не смогу быть в Царстве Небесном. Потому что обязательно, конечно же, все должны, претендующие на жизнь вечную, приобрести христоподобный характер. И вот это вот состояние, когда я сравнивал себя с этим моим представлением о том, как быть уверенным в Боге, когда я сравнивал себя, мои неисповеданные грехи, где-то, может быть, забытые, где-то пропущенные, с моим характером, который, конечно же, на Христа был не похож, все это внушало во мне какой-то страх неуверенности, страх сомнения, страх опасения. Дорогие сестры и братья, что должны делать мы сегодня, как люди, изучающие тексты Священного Писания, где говорится о том, что Христос пришел освободить нас от этой неуверенности? Читая слова, которыми апостол Павел обращается к Тимофею, где он говорит так, «Подвигом добрым я подвязался». «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни, который даст мне Господь». Кто из вас может сказать похожие слова? Сказав, «Я течение совершил», то есть путь мне назначенный, «Я веру сберег, я все сделал, а теперь мне Господь готовит венец жизни». Конечно же, хочется об этом сказать с уверенностью, но где-то, возможно, те опасения, которые и меня тревожили, и вас они тревожат. Можем ли мы так сказать, как сказал апостол Павел в послании к Коринфянам? Он говорит, «Я уже хотел бы водвориться у Господа, потому что жизнь с Господом для меня приятней намного, чем жизнь без Него. Даже жизнь с Ним, но здесь, она тоже огмрачена печалями, и мне хотелось бы, «Я уверен, что Он меня там примет». Все эти тексты, они вызывают в нас некоторое смущение. Можем ли мы говорить о себе? Не будет это дерзостью, если мы так уверенно о себе скажем. Что необходимо знать? Что необходимо помнить? На что обращает наше внимание Священное Писание? Во-первых, нам необходимо, говоря об уверенности в спасении, необходимо, говоря о нашей вечности, необходимо разделить в нашем сознании такие понятия, как дар и вознаграждение, когда мы говорим о спасении. Если эти понятия не будут разделены в нашем сознании, если где-нибудь наше сознание будет, тем не менее, вводимо мыслью, что спасение – это вознаграждение, никогда уверенности в нашей жизни не будет в том, в чем мы хотим быть уверенными. Но если мы вдумаемся в слова, которые в Священном Писании написаны, красиво открыты, что наше спасение – это не вознаграждение, а это дар, вот тогда мы обретаем все шансы быть уверенными в Господе. Посмотрите, пожалуйста, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава и стих 8. Он рассуждает об этом достаточно серьезном вопросе и проливает красивый свет на эту проблему. И он говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, и красивое заключение – это Божий дар». Спасение – это Божий дар. С другой стороны, и праведность, которая необходима каждому человеку, чтобы войти в Царствие Господне, и праведность – это тоже дар Божий. Об этом говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, в 3 главе в стихе 9. Говорит он следующие слова. «И найтись в Нем, то есть в Иисусе, не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Получается, что Господь нам дает спасение как дар, и необходимое состояние праведности, которое будет оценено законом Господним на предмет действительной возможности пребывать там, в Царстве Небесном. И эту праведность тоже Господь нам дает. Красивая теория Священного Писания, которая должна стать практикой нашей жизни. Уверенность в Господе нашем, она исходит от нашего осознания, что спасение – это дар, и праведность от Бога – это тоже дар. Вы знаете, не так давно по телевизору увидел рекламу. Возможно, вы тоже ее видели. Идет молодая женщина по городу, ни о чем себе не думает, ничего не боится. Вдруг к ней подскакивает мужчина с каким-то приборчиком и спрашивает, «Скажите, пожалуйста, а вы чистили зубы сегодня? Помните эту рекламу?» И она ему отвечает, «Конечно, а вы уверены в том, что они у вас чистые?» «Конечно, уверены, а давайте мы вас проверим». Вот представьте себе ситуацию, когда бы к вам в городе подошли с таким предложением. Она соглашается смиренно, он проводит этим приборчиком по ее зубам и показывает, что у нее зубы абсолютно не соответствуют мировым стандартам. Потом достает из своих карманов красивую зубную пасту, предлагает ее и говорит, «Вот это панацея от всех бактерий в вашей полости рта». На следующий день счастливая она идет, улыбается, она знает, что здесь ожидает ее на углу этого магазина. Тут опять он со своим прибором проверяет, и все, в общем-то, все благополучно. Вы видели эту рекламу? Скажите, пожалуйста, если бы сегодня кто-нибудь подошел к вам с некоторым прибором, чтобы проверить ваши духовные зубы, в каком бы состоянии они оказались? Вообще, можно ли найти какую-нибудь духовную пасту, которой можно отчистить, отскрести, отбелить наши духовные зубы? Вообще, возможно ли грешному человеку настолько чем-то помыться, чтобы стать праведным? Возможно ли это? Кто из вас проходил через вот эти таможенные ворота, когда вы проходите то ли в аэропорт, в аэропорту, то ли вы, может быть, проходите в какие-то общественные здания, вас говорят, вас просят, чтобы вы вытащили из ваших карманов все пикающие предметы. Вы кладете их на столики, проходите, и тогда эти ворота вас пропускают беззвучно. Вы знаете, апостол Павел интересную вещь говорит в послании к римлянам, он говорит, чтобы найтись в нем, в Иисусе Христе, мы читали в послании к филиппинцам, не со своей праведностью, а с чем? С его праведностью. А почему это так важно? А потому, говорит апостол Павел в одном из своих других посланий, что конкретно определять, пригодна ли наша праведность для жизни вечной будет кто? Закон Господень. Вы посмотрите, что происходит. Господень закон, как вот эти вот ворота в аэропорту, Он будет определять, нет ли во мне никаких пикающих предметов греховных, которые меня могут не допустить к Царствию Божию. И Иисус Христос говорит, вот здесь вот тоже, обращаясь к нам, Он говорит, друзья мои, нет такой пасты, чтобы вас отчистить, нет таких ворот, чтобы вы могли пройти там и ничего даже греховное не пикнуло в вашем сознании. Единственное, что может мне помочь, чтобы проверяли не мои зубы духовные, а Господа Иисуса, чтобы закон измерял не мою праведность, а праведность Господа Иисуса. И вот когда Он мне предлагает жизнь вечную, когда Он мне предлагает спасение, когда Он мне предлагает его как дар и праведность свою, как подарок, который я верою воспринимаю, скажите, пожалуйста, что еще может становиться для меня препятствием, чтобы не быть уверенным в Иисусе Христе, в спасении, которое Он мне дает. Он спасение приготовил, и Он мне его дарит, праведность свою предлагает, и я ее могу воспользоваться. Что может быть для меня еще препятствием, чтобы быть неуверенным. Вы знаете, дорогие друзья, сестры и братья, Господь, обращаясь к каждому из нас, говорит об этом очень красиво в Своем Слове. Я однажды присутствовал на одном интересном богослужении. Проводил евангельскую программу один из в свое время известных евангелистов Эдвин Бек. Он проводил эту программу в городе Житомире, и проводя в два сеанса, на первом сеансе он предложил интересный эксперимент. Он рассказывал собравшимся о том, что есть благодать Господня, он рассказывал им о том, что есть Господень дар спасения. И вот для того, чтобы показать, что такое Божья благодать и спасение, он ходит по сцене, проповедует, достает из кармана, на то время это было 50 тысяч купонов, ну это где-то примерно 10 долларов на то время это было, достает из кармана эти деньги и предлагает собравшимся в зале, говорит, пожалуйста, вот я вам предлагаю, подойдите, возьмите эти 50 тысяч купонов. Наш народ привыкший, что его всегда обманывают и в это время тоже как-то сконфуженно, скованно себя ведет, он ходит по сцене, говорит, я вам предлагаю, придите, возьмите, кто хочет. все переживают, чтобы не было никакого подвоха, и вот тут одна бабушка как-то с задних рядов так бочком, бочком возле стенки подошла, подобралась, взяла у него и быстренько на свое место, и весь зал ахнул. Оказывается, можно было прийти и взять. Начинается второй сеанс. Я вижу, на передние ряды не пробиться, передние ряды все заняты. Заняты по той одной причине, что сейчас евангелист опять предложит 50 тысяч купонов, и вот здесь все начнется. И он очень мудро поступил, он говорит, на прошлом сеансе, он говорит, у нас был такой опыт, на этом сеансе об этом опыте я вам только расскажу, потому что я уже вижу вашу готовность это спасение получить. Дорогие сестры и братья, Господь нам предлагает спасение. Он предлагает нам жизнь вечную, а мы с неуверенностью где-то там бочком-бочком подходим, не знаем, будет подвох, обманут, не обманут. Бог говорит, идите, берите, будьте уверены, пользуйтесь и благодарите. Второй вопрос. Что же делать с добрыми делами? Ведь как можно спастись без добрых дел? Нельзя же ведь. Что делать с христоподобным характером? Ведь как без христоподобного характера? Ведь неправильно ведь это. Хочу вам сказать, дорогие сестры и братья, и это наверняка мы должны в своей памяти четко уяснить. Наши добрые дела это не проездной билет. Это слова благодарности. Ощущаете разницу? Добрые дела это не проездной билет, который вы купили, сели законно на свое место и поехали. Добрые дела это слова благодарности тому, кто вас в этот поезд посадил, на оконечную станцию привез, и вы выходите и кланяетесь и благодарите, и душа переполняется у вас благодарностью. Вот что есть добрые дела. Добрые дела наша жизнь, наши отношения, наши слова, все это есть благодарность нашему Богу за спасение, которое Он подарил нам даром. Добрые дела это слова благодарности. Представьте себе ситуацию, вы на работе, и вы, вот уже подходит Новый год, собирает вас начальник и говорит, вернее, приглашает вас начальник в свой кабинет и говорит, я ничего не знаю, у нас проблема, в ночь с 31 на 1 ты должен или должна дежурить. Как вы отнесетесь к этому предложению? Новый год, вся семья в сборе, а он предлагает, он даже не предлагает, а он объявляет вам необходимость выходить на работу. Конечно, скрипя душой, с негодованием, с недовольством, но другую ситуацию представьте. Еще в начале года этот начальник помог вам получить квартиру в Киеве. Вы получили ее совершенно бесплатно, въехали в нее, живете и радуетесь, а потом недели за две до Нового года он собирает коллектив и говорит, вы знаете, у нас проблема, у нас некому дежурить с первого, то есть с 31 на первое, кто-то может быть в качестве добровольца откликнулся бы. Кто будет этим добровольцем? Конечно, я, потому что он мне квартиру предложил, он мне дал какое благополучие, ну а у него теперь проблема, разве же я не откликнусь? Дорогие сестры и братья, добрые дела наши, это не то, что нам предсказано, что нам сказано, как мы должны жить и поступать, и не будете так жить, то не спасетесь. Добрые дела это слова благодарности, которые мы говорим Богу за спасение, которое он нам предлагает. Христоподобный характер, что это? Знаете, это тоже, в общем-то, не безгрешная личность, это развитие благородных качеств, которые есть у Иисуса Христа. Нам хочется быть таким, как Он, очень хочется. Смотрите, пожалуйста, присутствующие в зале мужчины, парни молодые. Вы помните тот первый день, когда вы шли на свидание к вашей невесте? Кто помнит, у кого еще свежие эти воспоминания? Можете руку поднять? Спасибо большое. Наверняка вы помните, как вы наглаживали стрелки на брюках. Помните? Порезаться можно было об эти стрелки. Когда начинаете туфли чистить или ботинки, так они этим кремом прямо давятся. Вы туда впихиваете, чтобы блестели, чтобы красивыми были. Рубашка тоже все сверкает, с прической все нормально. Этот человек идет на свидание, он движим, он хочет таким быть. Другая сторона медали. Я иногда встречаю в городе распространителей товара, так называемый сетевой маркетинг. Вы видели таких товарищей? У них прописано в их, так скажем, в общем-то, образе, который они должны составить, что они должны быть в белой рубашке, в галстуке, в костюме, короче говоря. И вот вы смотрите на его мятую рубашку, смотрите на перекошенный галстук, он тоже вроде бы как одет стильно, как он думает, и вместе с тем он ни на что не похож в этом своем стиле. Мотивация, с которой мы одеваем наш костюм, мотивация, с которой мы готовимся к тому или нему мероприятию, она говорит о том, что живет в нашей душе. Дорогие сестры и братья, когда я смотрю на Иисуса, который подарил мне жизнь вечную, когда я смотрю на его великую благодать, он окружает со всех сторон, он мир в сердце дает, он дарит праведность свою, мотивация быть похожим на него, стремиться быть как он, стремиться любить как он, стремиться заботиться о других как он, стремиться жертвовать как он, не потому, что он без этого не может, а потому, что я без этого не могу, глядя на то, какой он по отношению ко мне. Разный совершенно подход, который нам сегодня в Боге уверенным людям необходим для того, чтобы светить в этой жизни, светить и самому быть действительно уверенным в своем спасении. Мы остро нуждаемся в этом, в уверенности в своем спасении. И эта уверенность спасения может стать нашей спасительной уверенностью от отчаяния, от разочарования, от депрессии и от уныния. Если вы купили билет на поезд, вы стоите на перроне, ожидаете поезда, скажите, пожалуйста, вы очень переживаете, вот поезд приедет и вдруг вас не возьмет. Вот он по расписанию, вот уже его объявили, вот он уже идет. А вы стоите на перроне и дрожите, возьмут, не возьмут, заберут, не заберут, дрожите. Я лично нет. Если билет в кармане, чего бояться? Если Христос купил нам билет Своей смертью, если Он купил нам билет Своей кровью, и мы стоим на перроне нашей уверенности в Его спасительной благодати, неужели Он, придя в этот мир, не заберет нас с этого перрона туда, в те обители неба, в те райские перспективы и горизонты, которые нам открывает сегодня Господь. здесь же, живя на этой земле, у нас должна быть наша работа, наше служение, служение как ответ на Божье отношение к нам. Однажды решили провести конкурс, чтобы найти самого любящего и заботливого ребенка. Победителем стал четырехлетний мальчик, чей сосед престарелый мужчина, недавно потерял свою жену. Когда мальчик увидел, что старик плачет, он подошел к нему во дворе, забрался на колени и просто сидел там. Когда мама потом спросила его, что он сказал дяденьке, мальчик ответил, ничего, я просто помогал ему плакать. Дорогие сестры и братья, мы живем на этой земле, где Господь предлагает нам свою уверенность, где Он предлагает нам свою праведность, где Он предлагает нам свою жизнь, и Он говорит, ты обретший эту уверенность, иди и плач с плачущими, иди и радуйся с радующимися, иди и проповедуй веселье Духа, то, что с Тобою совершил Иисус Христос. И пусть эта спасительная уверенность станет нашей уверенностью в спасении для себя лично и для людей окружающих нас. Я приглашаю вас к молитве благодарности Господу за эту весть Евангелия. Дорогой наш Господь, любящий нас Бог, мы к Тебе обращаемся в это время, в этот час субботнего дня, и благодарим Тебя, нашего Господа, за жизнь, благополучие, здоровье, но самое главное, Господь, мы благодарим Тебя за открытые перспективы, которые Ты предлагаешь нам, как жителям этой земли. Ты предлагаешь нам спасение как дар, Ты предлагаешь нам праведность как дар, Ты предлагаешь нам, Господи, уверенность в Тебе и в Слове Твоем. Поэтому, Господь, принимая от Тебя эти подарки, эти дары, мы хотим, Боже, быть настолько благодарными Тебе, чтобы это увидели люди через наши добрые дела, через наши поступки, через наше отношение к окружающим нас. Мы Тебя благодарим за все и славим во веки веков нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.